Хорошо, давайте начинать. Может кто-то в первый раз, для них я представлюсь. Меня зовут Макс Хиггер. И периодически я люблю делать такие трансляции, которые указывают на какие-то отличия одних от других. Потому что все исходно-то мы равны, в том плане, что по способностям, по правам у нас равенство. По тому, как это выражается, кто эти права использует и кто понимает, какие есть потенции, какие есть возможности, поэтому мы не равны. Давайте разбираться с этим. Я сейчас посмотрел одно видео, там классно об этом рассказывалось. Я выписал 12 качеств, я их сейчас перечислю, а потом мы это обсудим. То есть разберем каждое качество, рассмотрим в отдельности. Итак, ну что, 12 качеств бедных людей. Первое качество. Очень много смотрят телевизор и интернет. Отвлечение от проблем, а не их решение. То есть бедные люди очень любят отвлекаться от своих проблем, не смотреть на то, что по факту происходит в их жизни, и отвлекаться на какие-то развлечения. Второе качество. Питаются нездоровой пищей, лишая себя энергии и здоровья. Ну, тоже опять вернемся к этому, попозже разберем. Третье. Покупают вещи по скидкам или дешевые вещи. То есть потребляют вещи с низкой стоимостью, ищут самый выгодный, в смысле, ну, самый дешевый вариант. То есть качество для них не является главным критерием. Главный критерий, как можно меньше денег заплатить. Четвертое качество. Не занимаются своим обучением и саморазвитием. То есть не тратят время, много времени на то, чтобы прокачиваться. Пятое. Позиция. Наблюдатель жизни. Зрительствование. То есть любят со стороны наблюдать, а не участвовать активно в игре. Опять я забыл камеру включить. Что ж такое? Надо здоровую привычку выработать, включать её вовремя. Так, дальше. Шестое. Ретрансляция причин вовне. Обвинение обстоятельств и окружающих людей в своих проблемах. Шестое качество. Седьмое качество. Бедные не думают о том, что будет дальше. Не создают накоплений. Ну, то есть бедные, они обычно... Ну, условно говоря, не используют своё креативное мышление, да, для того, чтобы разумно относиться к тому, что происходит. Ну, разберём это дальше. Восьмое. Бедные берут плохие кредиты. То есть бедные любят тратить деньги, чужие деньги, на потребительство. То есть на какие-то вещи, на какие-то обстоятельства. Ну, короче говоря, не зарабатывать любят деньги, а любят их тратить. Так. Девятое. Ранняя беременность и дети, которые появились, пока вы не встали на ноги в жизни. То есть бедные часто, ну, как бы, рано женятся, рано выходят замуж, рано рожают детей. И когда у них нет ещё самореализации творческой в жизни, они вляпываются в это, и это их засасывает. Девятая вещь. Десятая вещь. Бедные люди окружают себя бедными людьми. Не бойтесь выйти из ограничивающего окружения. Ну, это, опять же, потом уже рассмотрим. Одиннадцатое качество. Бедные люди считают, что им кто-то должен помочь достичь успеха. То есть они ждут, что им кто-то поможет извне достичь успеха. Ну, и двенадцатое качество. Бедные люди очень религиозны. Они верят, что некая высшая сила им должна помочь достичь успеха в жизни. То есть что-то извне должно им помочь достичь успеха в жизни. Ну, вот двенадцать качеств бедных, которые я выписал. В принципе, я со всеми согласен. Давайте разбирать каждое теперь по порядку. Ну, очень смотрят телевизора много, отвлекаются на интернет, да. Решают, не решают свои проблемы, отвлекаются от них. Ну, с этим непонятно что-то, да. Стоит это углублять, как бы, да. Что каждый день, вот и у вас, и у меня, 24 часа. В течение жизни у нас стоят какие-то вызовы, да. То есть жизнь нам даёт какие-то вызовы. Мы можем, конечно, сами себе придумывать какие-то вызовы, но также нам жизнь даёт вызовы. Современное общество, современные условия жизни, они нам дают некие вызовы. Вы либо эти вызовы принимаете и понимаете, что да, вот общество такое, вот есть деньги, да, те же самые деньги. Они нужны. И я принимаю эти правила игры. Я не пытаюсь придумывать какие-то свои правила игры. Я понимаю, как эта игра устроена. И я стараюсь использовать эти правила игры, иметь хорошую игру. Понимаете? То есть вот такой подход. Это успешный человек. То есть я понимаю, что мне каждый день передо мной ставят задачи. Нужно эти задачи решать. Чтобы эти задачи решать, мне надо понять, где мой потенциал, да. То есть где мой потенциал, вот где я чувствую, что я бы всё-таки в большей степени хотел реализоваться как-то. Мне нужно идти туда и брать и делать. Действовать, обучаться. Каждый день предпринимать какие-то шаги. Быть активным. Преодолевать свою зону комфорта, да. Преодолевать свою вот эту привычную болотистость. Брать и делать. И постепенно справляться с этим. Если бы я каждый день брал и делал, а не отвлекался на телевизор, на социальные сети, на ютуб. Просто набивание информации пустой какой-то в голову, да. Если бы я тратил свою энергию, своё время на какие-то продуктивные, конструктивные вещи, то это неизбежно меня бы приводило к определённым результатам. То есть если каждый день что-то делаю, развиваюсь, ну да, я буду ошибаться, у меня будет что-то не получаться. Это нормально. Но через это я буду познавать, как устроена жизнь, как устроено это общество, как устроен обмен. И постепенно я буду разбираться с тем, что работает. Нельзя разобраться с тем, как и что работает, не попробовав, не посовершав какие-то ошибки, не увидев, что мне казалось, что должно работать, но что на самом деле не работает. Не получится у вас. Поэтому отвлекаться не надо. Важно, в этом смысле важно, наверное, использовать целеполагание, планирование. То есть нужно как-то расставлять приоритеты в жизни. Так, дальше. Два. Питаются нездоровой пищей, лишая себе энергии и здоровья. Ну, здесь достаточно всё очевидно. Для того, чтобы быть успешным в жизни, нужно иметь энергетический потенциал. Энергетический потенциал зависит от разных вещей, но в том числе он очень сильно зависит от питания. Если мы питаемся нездоровой пищей, здоровья у нас всё меньше и меньше, организм всё хуже и хуже с этим справляется, сил нету на успех. Сил нету на успех. Понимаете? Мясо энергию забирает. Мясо энергию забирает. Забирает. Вот возьми кусок мяса, жареный такой кусок мяса, и съешь его без ничего, без ничего. Съешь его и посмотри, что с тобой будет происходить. То есть, вот запомни своё состояние до того, как ты его будешь есть. Съешь его, большой жирный такой кусок мяса, и потом пронаблюдай, что в ближайшие 2-3 часа будет с тобой происходить. Поэтому питание – это важный аспект, он тоже влияет на ваш успех, на вашу энергетику. Одно мясо невкусно есть. Ты знаешь, а вот одни овощи вкусно есть. Вот я могу салат себе сделать, всё замечательно. Не надо его обрабатывать. Можно взять его живой, здоровый вот этот салат, скушать, и получить массу удовлетворения и вкусового, и энергетического. Это не значит, что овощи лучше мяса. Это именно это и значит. Но спорить я с тобой не буду. Ну, знаешь как, ещё одна привычка бедных – спорить. Вот это можно тринадцатое. Добавить здесь, как бы, спорить о каких-то идеях. А о чём ты споришь? Ты мясо, как бы, не кушал года три хотя бы, чтобы со мной спорить. Я два раза, вот тут я первый раз, у меня был три года, я не ел его. Потом я опять, ну, как бы, вернулся к этому питанию. И сейчас я уже четвёртый год не ем. Ты со мной будешь спорить, а ты уверен, что у тебя есть, как бы, ну, объективные факты, опыт и, ну, как бы, почва для того, чтобы спорить со мной. Я вот сомневаюсь. Я, конечно, не знаю твою ситуацию, но я сомневаюсь, что у нас есть, как бы, похожие позиции, чтобы, как бы, ну, из своего опыта поспорить на эту тему. Так, дальше движемся. Не занимаются своим образованием и саморазвитием. Ну, что здесь сказать? Здесь важно сказать, что многие люди просто не умеют обучаться. То есть многие люди думают, что они учатся, когда они читают. Но очень часто, когда они читают, они не учатся. Очень важно научиться читать. Очень важно научиться понимать информацию. Очень важно извлекать, научиться из информации смыслы, суть. Вкапываться в информацию, да, как бы, доходить до сути. Доходить до сути, это углубиться в информацию. То есть понять, по сути, а что автор имел в виду. Обработать эту информацию. Вычленить какие-то основные тезисы. Связать эти тезисы с применением в своей жизни. То есть выписать какие-то ключевые моменты. Сразу закинуть это в то-ду-лист. Как вы будете это внедрять. Как вы будете проводить эксперимент с этими данными. Смотреть, насколько они адекватно и объективно подходят к вашим задачам. К вашим вызовам в жизни. Понимаете, вот это реальное обучение. Любой успешный человек постоянно что-то читает. Постоянно учится у других, у кого успешных людей. То есть успешные люди учатся у тех, кто преуспел в той области, в которой они пока развиваются и еще не достигли большого успеха. Так что обучение это важная часть развития и жизни богатого человека. Пятая позиция, наблюдатель жизни, зрительствование, а не желание быть в игре. Здесь тоже все понятно, что можно наблюдать за жизнью, можно активно участвовать. Можно не принимать решения и ждать маны небесной, пока сложатся все обстоятельства. Можно просто видеть объективно расклад ситуации, принимать решения, действовать, брать, что-то делать, проводить эксперимент, активно учиться, развиваться и играть в жизнь. Если вы будете это делать, у вас будет нарабатываться уровень навыков, способностей для того, чтобы быть игроком. Жизнь это игра. Здесь просто зрительствовать, это имеет место, конечно, но неинтересно зрительствовать. Это скучно. Вы в какой-то момент, если будете долго застревать в позиции зрителя, вы почувствуете, что нет вкуса жизни. Весь вкус жизни раскрывается в игре, когда вы действуете. Поэтому начинайте действовать по чуть-чуть, брать ответственность за что-то. И вот так вот прокачивать эту способность, брать, делать, смотреть по ходу, как идет. Если что-то не получается, нормально. Можно обучаться, чтобы получилось. Либо если вообще вот вы обучаетесь и не получается, ну бог с ним. Переключитесь на то, что получается. Нужно постоянно заниматься вот этим вот. Ну, брать и делать что-то. Так, дальше. Ретрансляция причин вовне. Обвинение обстоятельств окружающих людей в своих проблемах. Ну, это вообще самое любимое занятие большинства людей. Виноват кто-то, только не я. То есть ответственность несет за ситуацию в моей жизни кто-то, только не я. Сегодня включил Ютуб, опять наткнулся на видео одно. Господи, как его зовут-то? Известный человек. И так было печально слушать от него вот эту информацию, что известный журналист. И относится так негативно к богатым людям, к буржуа, защищает бедных. Наверное, сам бедный. Понимаете? То есть Максим, как же его зовут? Господи. Максим Шевченко, по-моему. Да, Максим Шевченко. Вот посмотрите, откройте его канал в Ютубе. Посмотрите, как он вещает. Как он нападает на буржуазию, на успех вот этот вот, на людей, которые живут успешной, яркой жизнью. И показывают, не стесняются этого. Показывают, транслируют это и говорят, что ты можешь. Ты тоже можешь. Он защищает низшие классы, так сказать. Ну, а низшие классы это кто? Это бедные люди. А почему они бедные? Не потому, что им не повезло. Не потому, что, ну вот так вот сложились обстоятельства. Потому, что они выросли в такой среде и пропитались определенным восприятием жизни, определенными ценностями, определенными установками. Они привыкли определенным образом жить. И они, находясь в этой реальности, считают, что это единственное, что возможно. Они не верят. Они не верят часто в реальность того, что возможно что-то другое для них. Понимаете? И когда вот показывают им какой-то успех, что можно зарабатывать больше, есть возможности в жизни, для них это как красная тряпка. То есть, это как красная тряпка для быка. Это раздражает их. Это их раздражает. Понимаете? Поэтому это вызывает зависть, раздражение, негатив, хейт. И они начинают нападать. Вместо того, чтобы учиться, то есть, разумный человек, когда видит успех других людей, он хочет приобщиться к этому. Он хочет понять, как они это делают. Он хочет вовлечься в это, научиться и подняться по состояниям тоже жить хорошо. Зачем жить плохо, если можно жить хорошо? Сегодня есть у каждого из вас все возможности, все условия для того, чтобы жить хорошо. Вы не берёте их просто. Ваша часто позиция, философия, определённые качества, приобретённые качества, негативные, мешают вам жить успешно. Использовать те возможности, которые есть, и развивать свой потенциал способностей. Поэтому вот это вот, как только вы себя ловите на том, что вы пытаетесь кого-то обвинять, родителей, детей, каких-то людей из окружения, правительства, ловите себя, осознавайте, что начинает происходить. Только вы пытаетесь ретранслировать вину за то, что происходит в вашей жизни в целом или в конкретной ситуации на кого-то вовне, вы занимаетесь тем, что вам не поможет. Понимаете? То есть ретранслирование, оно словно, ну как бы, немножко такое, как облегчение идёт состояние. Это же они виноваты, вы успокаиваетесь. Вы успокаиваетесь в своём состоянии. Но это не решает вопрос, это только усугубляет вашу ситуацию и проблемы. Потому что в конечном итоге вы несёте ответственность за то, как вы живёте, чем вы занимаетесь, на что вы тратите своё время, что вы поддерживаете, что вы не поддерживаете. Это ваш выбор, в конце концов. Поэтому винить за то, что вы сложились каким-то определённым образом, других смысла нет. Если вы сложились, да, вы часто сложились под влиянием системы, под влиянием других людей. Но правда заключается в том, что вы же соглашались, понимаете? То есть как быть под влиянием другого человека? Нужно с этим соглашаться. Так правда заключается в том, что в какой-то момент вы можете перестать соглашаться. У вас есть право не соглашаться с чем-то. И не винить, а принять ответственность на себя за то, что происходит, и начать это менять. Просто понять, всё, мне это не подходит. То есть, знаете как, можно ругать что-то, но ничего с этим не делать, показывая свою позицию, что мне это подходит. А можно не ругать, можно увидеть просто, что вам что-то не подходит. И перестраивать свою жизнь просто на то, что вам больше подходит. Это в ваших руках, у вас есть это. Просто вы не пользуетесь часто. Так, двигаемся дальше. Бедные не думают о том, что будет дальше. Не создают накоплений. Да, то есть одна из особенностей бедного человека, что он тратит больше, чем зарабатывает. Понимаете, то есть это та особенность любого бедного. Он все деньги, которые получает, он всё тратит. Богатый человек никогда не тратит всё, что он зарабатывает. Он понимает, что нужно накапливать, откладывать. Нужно формировать капитал. Капитал это инструмент, который помогает в случае чего не работать какое-то время. То есть иметь некую подушку безопасности. Капитал также это инструмент для реализации каких-то потребностей в жизни. Та же самая квартира, та же самая семья. Для того, чтобы начал появляться капитал, нужно в себе воспитывать эту привычку, откладывать. Просто откладывать и ограничивать свои потребности до минимума, до тех пор, пока вы не реализовали некий потенциал свой. Понимаете, то есть не надо спешить красиво жить, не надо спешить себе покупать вещи, которые вы пока не заработали. Не надо влазить в этот отрицательный баланс, в эти какие-то кредиты. Или, ну короче говоря, нужно, знаете как, жить по средствам, иначе говоря. То есть потреблять нужно ровно столько, сколько ты можешь себе позволить. То есть если ты можешь позволить себе уже купить квартиру, покупай её. Но если ты не можешь себе позволить, снимай. Не надо покупать, не надо спешить потреблять. Нужно сначала прокачаться, научиться нечто создавать, организовывать, быть способным самоорганизовываться. И потом организовать жизни других людей, вносить ценность какую-то. И когда ты уже научился это делать, это признак успешного человека. Ты уже можешь наладить обмен какой-то, да, у тебя уже идёт некий процесс производства, предоставления ценностей, обмена, накопление, идёт обратный поток денег уже. Ты можешь потихонечку накапливать, да, ты растёшь профессионально. Это рост, это постепенный рост. Успех – это постепенный рост. Постепенное накопление качеств, качеств богатого человека, привычек богатого человека в том числе, поднятие уровня ответственности, уровня осознанности, да. Всё меньше ты обвиняешь вокруг кого-то и всё больше смотришь на возможности, а не на недостатки. И так перестраивается твоё, фокусировка перестраивается, мышление перестраивается. И ты постепенно меняешься, каким бы ты ни был в прошлом, как бы на тебя не повлияли прошлые обстоятельства, да, там, негативное окружение, какие-то мысли, да, бедные, вот, в тебя проникли в течение многих лет, в детстве. Ты можешь перестроиться, ты можешь перекалиброваться. Постепенный процесс, это болото будет тебя затягивать долго. Но правда заключается в том, что если ты захочешь, ты можешь это сделать. Ты можешь подлавливать себя, когда начинается эта бедная логика, эта безответственность, ретрансляция причин вовне. Вот эти все качества бедного, они же себя проявляют, понимаете, почему нужна осознанность. То есть, когда это начинает проявлять в настоящем моменте, тебе же надо заметить это. Что ты начал думать, как бедный, ты начал опять искать виноватых, ты опять начал зрительствовать, да, ждать маны небесной, надеяться на что-то, да. И вот подлавливать себя надо на этом и переключаться на качество богатых, на то, как успешные люди думают и действуют в жизни. Это такое перевоспитание. Если вас раньше кто-то воспитывал, а здесь вам нужно взять ответственность за собственное воспитание, вы начинаете себя перевоспитывать. Понимаете, можете сами себя перевоспитать. Процесс непростой, как и воспитание ребёнка, тоже непростой процесс. А воспитание самого себя подавно непростой процесс. Но это вот единственная вещь, которой имеет смысл заниматься. Потому что вот это зрительствовать, ныть, искать виноватых, ну проживёте всю жизнь в этом и что. Называется, как бы, жизнь прошла мимо. Ну и что прикольного в этом? Поэтому, как только вы начинаете, ну вот этим заниматься, фигнёй этой, ловите себя и меняйте себя. Вы можете улучшать себя, понимаете? То есть человек это единственное существо, которое не определено, то есть оно не закончено. В какой бы жопе вы не находились, правда заключается в том, что вы всегда можете вылезти оттуда. Если вы во что-то превратились, ваш ум определённым образом собрался, обусловился, запрограммировался, это никогда не финал. Вы можете всё это депрограммировать, перепрограммировать, перенастроиться, что-то убрать, от чего-то отказаться, что-то изменить в своей жизни. Это от вас зависит. От кого ещё? Ну в очень большой степени, там больше 80% от вас зависит. Ваша ответственность, ваша жизнь. И за вас никто это не сделает. Вот это надо глубоко понять. Эти трансляции нацелены, ну чтобы дошло до вас. Чтобы как только вот вы узнали эти качества бедных, да, вы начали их распознавать, потому что часто вы их не распознаёте просто. То есть эти программы работают, а вы даже не осознаёте, что происходит. А можете начать осознавать, видеть, что-то я начал ныть, как бедные, да, что-то я начал искать виноватых, как бедные. Что-то я начал время своё тратить непонятно на что, сливать его, да. А у меня куча задач в жизни, нерешённых проблем. А я бегаю от этих проблем и не занимаюсь их решением, а пытаюсь убежать от них куда-то, в зону комфорта. Вы же можете наблюдать за собой, видеть, как вы это делаете? Можете. Если вы будете наблюдать, и если вы будете осознавать это, у вас появляется шанс изменить это. И заменить на что? На качество более успешного, более действенного, какого-то активного человека в жизни. Так, бедные берут плохие кредиты, потребительство. Это мы уже рассматривали, да. Ранняя беременность. Ранняя беременность, дети, которые появились, пока вы не встали на ноги в жизни. Вот тут я даже не знаю, что пояснять. Здесь так всё понятно, да. То есть, если вы живёте часто инстинктами, какими-то эмоциями, да, и не предохраняетесь там, как бы, ну, разума не хватает понимать, что, ну, какая семья, какие дети. Чёрт возьми, в 20 лет, какая семья. В 20 лет перед тобой совершенно другой этап жизни. Творческая реализация, самореализация в жизни. Тебе нужно наладить свой быт, тебе нужно реализовать свой некий творческий потенциал в жизни, ну, понять своё место в этой жизни, что у тебя получается. А семья, вот, когда ты уже реализовался, у тебя уже есть какой-то доход, да, ты уже можешь обеспечить эту семью, ты можешь уже позаботиться о них, тогда, да, тогда уже можно заниматься. Даже, я же не говорю, что я против отношений, то есть, отношений можно иметь, можно иметь отношения, но спешить детей и заводить, я бы не рекомендовал. Так, у меня уже начинает батарейка садиться, это плохо. Так, что мне сделать, подключить зарядку или побыстрее успеть рассказать всё остальное. Так, у нас тут осталось дальше, бедные люди окружают себя бедными людьми, не бойтесь выйти из ограничивающего вас, негативно влияющего на вас окружения, да. Ну, тоже, вот вы живёте и вы можете общаться всё время с людьми, которые имеют тоже не очень высокие результаты в жизни, да, постоянно вас пытаются ограничить, постоянно пытаются обесценить какие-то ваши начинания. Нет поддержки, вот эта логика бедности, она боится того, чтобы вы добились успеха, как бы, поэтому это может на вас спроецироваться, даже от самых близких людей. Живи как все, будь нормальный, что это за секта, да, не надо туда идти, то есть, вас могут определённым образом постоянно отговаривать и эмоционально опускать, как бы, да. Только вы прониклись к чему-то, к успешному, вот, заинтересовались чем-то, и многие из вас совершают такую ошибку, прийти домой и поделиться, да, со своими родными, своим вот этим вдохновением, своим новым интересом. Часто вы будете сталкиваться с тем, что это всё будет обесценено, вы получите критику, вы получите неподдержку, а наоборот, вас будут, типа, уберегать от этого, от успеха, да, не дай бог, ты ещё успешной станешь. Мы тут живём, как нормальные люди, бедные, спокойно, как бы, а ты тут богат, ишь, ишь ты, богатым решил и успешным станешь. Вот, поэтому не надо делиться со своими близкими, кроме как с теми близкими, в которых вы уверены, что они действительно вас поддерживают, они действительно открыты, позитивны, конструктивны. То есть, если вы мужчина, ищите себе именно такую женщину, если вы женщина, ищите такого мужчину, который не ноет и не обладает вот этими качествами бедного. То есть, лучше, конечно, искать себе такую пару, которая будет разделять ваши ценности, разделять ваши устремления, разделять ваш потенциал, и вы будете друг друга поддерживать. Будет резонанс, и будет взаимопонимание. Понимаете, это, конечно, самый лучший вариант, когда мужчина и женщина, они друг друга дополняют и поддерживают в успехе друг друга. Тогда самый классный вариант. А чаще всего один стремится, другой как гиря висит и тянет вниз. Этот вынужден двигаться сам и тянуть ещё этого, тянуть за собой этого. И не факт, что тот подтянется. Бывает, что он начинает потихонечку подтягиваться, но чаще всего, наоборот, он тянет вниз. А представьте, два человека, которые развиваются, высокотонные, осознанные, хотят жить успешно, встречаются, притягиваются друг к другу и начинают взаимодополнять друг друга. Ну, конечно, они большего добьются в жизни. Так, и бедные люди считают, что им кто-то должен помочь достичь успеха. То есть, они всё время рассчитывают не на себя, иначе говоря, да, не принимают ответственность за свою жизнь, на себя, а всё время считают, что им не повезло, что вот им не хватает поддержки, не хватает какого-то плеча, на которое можно опереться. И вот они всё ищут это плечо, на которое опереться, и только там они считают, что они могут заняться чем-то, что изменит их жизнь к лучшему. Это попытка тоже ретранслировать ответственность куда-то вовне, искать какую-то мотивацию где-то вовне, вот кто-то должен тебя замотивировать, кто-то тебя должен запинывать в результаты, в какую-то трансформацию, в какие-то улучшения. Нет, не кто-то, это должен быть не кто-то, это твоё решение, это твоё внутреннее решение, это твоя позиция, бытийность, это то, как ты хочешь быть в этой жизни. Понимаешь? Быть, делать, иметь. То есть, ты сначала принимаешь позицию, бытийность, ты её чётко для себя осознаёшь, эту позицию, эта позиция начинает рождать определённые действия, определённые отношения, определённые подходы, и она тебя приводит к тому, чтобы иметь. Иметь всегда соответствует с быть. То есть, если ты бедный, это позиция бедного. Ты занимаешь позицию бедного, она тебя, это бытийность, где ты устраивает, ты с ней соглашаешься. Поэтому для того, чтобы стать богатым, нужно изменить бытийность. То есть, я себя должен перестать чувствовать в своей тарелке в позиции бедного человека, нереализованного. Творчески, не обязательно богатый даже. Вот позиция творчески нереализованного человека, она тебя должна перестать устраивать вообще. Вообще полностью. И тогда ты переключаешься на другую бытийность. На бытийность самореализованного, творческого человека, активного, ответственного, принимающего решения, действующего. Да, совершающего ошибки, но продолжающего действовать. Обучающегося. Это бытийность, понимаешь? И вот когда ты занимаешься, то бытийность, твои действия меняются, и результаты тоже начинают меняться. Поэтому нет смысла думать о том, чтобы иметь, не изменив быть. Смысла нет, не получится у тебя ничего. Все люди думают в своем большинстве о том, как иметь, и не думают о том, кем они являются, и какую бытийность они занимают. Это их ошибка. Не совершай эту ошибку, пожалуйста. Ну и бедные люди, последнее, 12-е качество, бедные люди верят, что некая высшая сила им должна помочь достичь чего-то успеха в жизни. То есть молятся, обращаются к тому, чтобы некая высшая сила помогла им что-то иметь. Здесь не нужно просто молиться, нужно понимать, как бы понимать, что эта высшая сила, она не где-то там, она внутри тебя. То есть ты есть она, ты есть она. И если ты во что-то веришь, например, если эта сила верит в установки бедности, если эта сила привыкла, обусловилась бедностью, то она будет бедной. Потому что у этой силы, скажем так, ну есть такая способность внутри тебя, во что веришь, все, то для тебя и становится твоей реальностью. Если ты веришь, что бедность это нормально, что бедность это единственное, в чем ты можешь жить, да так и будет. Но если ты поверишь в другое, что ты можешь быть успешным, тоже так и будет. Где взять в себе силы, они там есть. Они там есть всегда. В тебе бесконечный потенциал. Просто ты, как я уже много раз говорил, тратишь этот потенциал сейчас не на то. Понимаешь? То есть сила есть, но она тратится постоянно не на то. На негативные мысли, на негативное окружение, на негативные какие-то, скажем так, негативные, нерезультативные действия. То есть ты все время тратишь свою энергию и время каждый день на что-то. На что ты тратишь? Посмотри, на что ты тратишь, на сколько тебя удовлетворяет это. И на что бы ты хотела или хотела тратить это. Понимаешь? То есть здесь такой принцип вынимания своих сил и вкладывания их во что-то другое. То есть у тебя есть твоя сила. Сейчас она в чем-то уже вложена. И там она крутится по привычке. Тебе надо это оттуда вынуть постепенно, постепенно забрать свои силы к себе. И вкладывать их осознанно в то, что реально тебе подходит. То, что реально конструктивно, позитивно отражается на твоей жизни, на жизни других людей. На том, что помогает тебе лучше жить, выживать. Понимаешь? На том, что делает успех тебе и другим. Вот на этом нужно сосредотачивать свое внимание и свою энергию. И когда ты начинаешь тратить свою энергию на том, что тебе не дает успеха, нужно осознавать, что происходит, и не тратить это. То есть выдергивать, то есть осознавать, что происходит, и не поддерживать это, не кормить. То есть если ты перестанешь кормить свои прошлые привычки, свое прошлое мышление, свои прошлые установки, и начнешь вкладывать свое внимание, осознанность, энергию в новое, то оно начнет потихонечку расти, а это начнет потихонечку уменьшаться и сдыхать. Понимаешь, вот так оно работает. Поэтому это от тебя зависит, понимаешь, это твоя осознанность, это твое внутреннее решение, твое понимание в конечном итоге. На что ты сливаешь энергию в свое время, и на что ты больше не хочешь тратить свою энергию в время. И ты принимаешь решение тратить постепенно, перекладывать из этой тарелки в какую-то другую. Из бедной тарелки ты начинаешь перекладывать в богатую тарелку, в успешную тарелку. Но за тебя это, опять же, никто не сделает. Понимаешь, волшебник на вертолете не прилетит, как я люблю говорить. А если я не знаю, что приносит успех, а как ты можешь узнать? Если ты не знаешь, тебе надо узнать. А как ты можешь узнать? Тебе нужно общаться с успешными людьми, читать успешные книги. Тебе нужно брать и помещать себя в среду, где есть успех. И тогда ты узнаешь. Если ты сидишь там, где нет успеха, а как ты узнаешь? Если ты не читаешь что-то про успех, если ты не общаешься с успешными людьми, как ты приобщишься к этому? Как ты переключишься? Как ты почувствуешь реальность того, что тебя больше интересует? То есть для того, чтобы... Вот представь, ты привык кушать каждый день кашу. Вот привык ты. И каждый день чья и каша, пища наша. А тебе хочется другой пищи. Тебе хочется разнообразия какого-то, какую-то другую пищу кушать. Тебе как переключиться из этого в другое? Ну, нужно попробовать, начинать пробовать новую пищу просто. Понимаешь, перестать подпитывать свой привычный образ. Ну, вот эту привычную пищу, да? И переключиться на другую пищу. Ну, а как ты переключишься, если ты не примешь решение? Что всё, что-то мне эта каша надоела, ищи, да каша надоели. Хочу чего-то другого. Пойду попробую что-то другое. Жизнь это брать и делать, понимаешь? Это не думать как. Это чуть-чуть подумал, пошёл, сделал. Вот это. Иди делай. Иди пробуй. Кто тебе мешает? Успешных людей много вокруг. Книги они пишут классные. Ты читаешь эти книги? Ты хочешь, ну, не знаю, ходишь на тренинги какие-то. Ищешь какое-то общение с этими успешными людьми. Ходишь на какие-то семинары. Вот что-то я сомневаюсь в этом. Приобщаешься ли ты к чему-то новому, что тебя так тянет в жизни? Или ты сидишь в своей привычной зоне комфорта и только мечтаешь, и только рассуждаешь и думаешь? Вот посмотри, что там происходит. Есть ли реальные шаги в сторону нового? Приняло ли ты или принял ли ты решение делать какие-то новые шаги? Если принял, то ты будешь их делать. Будет тяжело. Первое время будет скрипа много, скрежета, страхов. Ну, да, это вот привычно, оно будет тебя держать. Но ты будешь постепенно вынимать оттуда свою энергию и переключаться. Это постепенный процесс. Я стараюсь что-то делать. Не надо стараться, надо делать. Я стараюсь делать, это значит, я не делаю. Люди, которые говорят мне, я стараюсь делать, они не делают. Когда ты просто делаешь, не надо стараться. Надо просто делать. Возьми себе, запланируй какие-то шаги на завтра новые. Вот пойти куда-то, поискать, где я в своем городе. Могу найти какую-то тусовку успешных людей. Как я могу пойти туда, пообщаться с ними. Вот в нашем городе, например, есть бизнес-клубы, так называемые. То есть, ну там, я даже не помню, как это называется сейчас точно. Там приходит успешный бизнесмен, собирается полный зал, и они ему задают вопросы. Они общаются с ним. Такие встречи есть в разных местах. В интернете это есть. То есть, ты можешь приходить в интернете, искать каких-то людей, которые обучают этой теме, общаться с ними больше. То есть, ты переключайся, переключайся на новый образ мысли, на новые действия какие-то в жизни. Если ты этим занимаешься, у тебя получится. Все, кто этим занимаются, все, кто взялся за это, у них у всех получается. Это тяжело. А кто тебе сказал, что успех это легко? Кто тебе сказал, что успех это легко? Вылезти из жопы, вылезти из бедности, да никогда это не было просто. Вылезти из привычной матрицы, системности, из привычной обусловленности никогда априори не может быть просто. Это тяжело. Но это стоит того. Это путь, он тяжелый в начале, потом более приятный, более легкий. А есть пути, которые вроде они более легкие в начале, но потом тяжелые. Понимаешь, бедность это вот до поры до времени вроде более-менее прикольно. Потом, чем дальше, тем неприкольнее. Ну, на этом будем завершать. У меня сейчас аккумулятор просто сядет. Я основной вам высказал. То есть, вот эти были бедные качества, да? Ловите себя на этом и переключайтесь на успешные качества. Вы тренировываете. Это депрограммирование, перепрограммирование, перекалибровка. Понимаете? И за вас никто, это не может никто за вас сделать. Это изнутри должно быть. Внутреннее духовное решение, оно меняет уже внешнее содержание. На этом всё. Если понравилось, ставьте лайки, сердечки. До следующих трансляций. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok